Приветствую всех, с вами Эйлин, и вы смотрите заключительное видео, заключительное видео к симуляциям чемпионата Европы 2012 года по футболу, которых сопровождал конкурс, который я устроил, ну, о призах вы, думаю, помните, сейчас пришло время объявить победителей, внизу в описании вы можете найти таблицы с полным отчетом о конкурсе и прочее. Во-первых, я хочу сказать спасибо всем тем, 13 человекам, людям, которые дотерпели до финала, так как всего в конкурсе я решил принять участие 72 человека, ну, многие из них, естественно, поставили, точнее, сделали свои догадки только один раз. Сейчас кто-то лидировал до полуфинала, но потом не пришел, это был юзер с ником Темик211, хотя у него были все шансы на то, чтобы выиграть, занять первое место, поэтому я не знаю, может быть, конечно, интернет отпал, или человек куда-то уехал, или еще что-нибудь, и некогда ему до этого, но в любом случае, что есть, то сейчас я и скажу. Ну, во-первых, хочется отметить то, что сборная Испании порвала всех абсолютно везде, она порвала сборную Ирландии в чемпионате симуляций, она порвала сборную Италии в симуляциях реальных матчей, еще порвала в реальности сборную Италии, ну, порвала, вот здесь точно порвала во всех смыслах, 4-0 это просто ужас, бедный буфон. Поэтому сборная Испании фаворит везде, то есть супер-мега команда, и хоть мне на их игру не нравится смотреть, но не признавать, что они первоклассно играют иногда, все-таки стоит все-таки признать, но у них тоже есть, конечно, доля везения иногда, но в любом случае, в футболе без везения никак, я думаю. Поэтому, поэтому осталось только бедить победителя, я думал, может быть, еще сказать что-нибудь, типа, кто у нас тут лучший предсказатель, или еще что-нибудь, но в целом, вы сможете сами это посмотреть в таблицах, посмотреть, насколько... Скачать таблицы, кстати, таблицы внизу, в описании, ссылки на которые указаны в описании, и сами посмотреть, какие из матчей были угаданы многими участниками, какие нет, ну, то есть посмотреть, как различается предсказание от реальности, и узнать, что такое, как играть все-таки в... И делать ставки в букмекерских конторах. Ну, а сейчас я перечислю всех 13 людей, которые дошли до финала. С 13-го места по первое. 13-е место Super Olic World с 12 очками. 12-е место Ego Prosto с 13 очками. 11-е место Павел 1, 2, 3, 1, 1, 4 с 15 очками. На 10-м месте Death of 3 с 16 очками. На 9-м месте Ney3 Rino с 19 очками. На 8-м месте Никентин 1 с 19 очками. Ну, они делят 8-е и 9-е место с N3 Rino. На 6-е и 7-е место делят Arsmore и Sanchez с 4, 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 2 с 20 очками. На 5-м месте находится Темик 2, 1, 1 с 20 очками. Одним очком, ну, этот юзер как раз-таки лидировал до полуфиналов, потом почему-то он перестал делать какие-то ставки и догадки по поводу того, ну, как закончатся матчи, хотя у него были все шансы выиграть. На 4-м месте Mezo 6920 с 25 очками, который лидировал перед финалом, но который сделал неправильную ставку, точнее, неправильно угадал победителя финала и поэтому не получил вообще очков никаких. И тройка победителей. На 3-м месте Hobut с 27 очками. На 2-м месте PainKiller 241992 с 32 очками. Это тот самый человек, который в Новый год урвал Battlefield 3. Mass Effect 3 он выиграл и еще чуть не выиграл Diablo 3. Просто его кто-то опередил в одном вопросе там, в конкурсе, который я проводил. Ну и на 1-м месте Multimisha 222 с 40... с 4 десятками баллов... с 4 десятками баллов... Неважно. В общем, Multimisha 222, я тебя поздравляю. В комментариях, по-моему... В комментариях... Когда оставлял предсказание о счете финала... По-моему, просил Civilization 5, поэтому... Поэтому... Ну, чтобы удостовериться, что ты видел это видео, что ты узнал, что ты победитель и прочее. Не буду же я за тобой гоняться, да? Ну, это как обычно делается. Ну и на этом все с симуляциями, с чемпионатами Европы, с конкурсом. Спасибо всем, кто дотерпел. Спасибо всем, кто терпел вот эти все бесконечные матчи в своих видах подписки. А с вами был Alien все это время. И увидимся с вами в следующих видео и прохождениях, которые обязательно появятся.